Всем привет, с вами Дима и мы сегодня будем говорить о M-Horse Pure 3. Пару слов о комплектации. В коробке у нас имеется пленка защитная, чехол прозрачный, полиуретановый, шпилька для изъятия, лотка, зарядка на 2 А, USB Type-C кабель и переходник с Type-C на мини-джек. Потому что стильно, модно, молодежно делать смартфоны, в которых нету стандартного разъема для наушников. Как видите, комплектация у нас попса-попсой, но вот сам смартфон, как по мне, является то ли шагом в сторону, то ли противоположностью многому из того, что в последнее время под своими именами продают китайские B-бренды. И в этом видео я расскажу вам, почему я так считаю. Начнем, как всегда, мы с внешности. И как вы видите, на тыльной панели у нас вроде как ничего особого нет. Сканер отпечатков пальцев, сдвоенная камера, сдвоенная вспышка, надпись Digital Camera. Наверное, для того, чтобы была какая-то симметрия, ее здесь разместили, но вообще я не понимаю, на кой хрен это было здесь писать. Важно то, что у нас задник не алюминиевый, как мы привыкли видеть, а он пластиковый. С одной стороны, фу, пластик. Ну, я понимаю людей, которые так считают, у меня тоже такие мысли были, но на самом-то деле в этом пластике есть пара приятных мелочей. Во-первых, краска, она не супермаркая, вот я пальчиком повозюкал, почти ничего на заднике-то и не осталось. На самом-то деле, оно замажется обязательно при активном использовании, но его не так уже сложно вытереть. И самое важное, это покрытие, это краска на этом пластике, она цепкая, она не скользкая. И аппарат хоть и не маленький, ну, по моим меркам, вот. Но, во всяком случае, им пользоваться одной рукой удобно за счет того, что он не ерзает, не выскальзывает, уверенно, блин, лежит в руке. Ну и плюс, у нас здесь батарейка, не самая маленькая, внутри находится на 4000 махов. Вот, если бы корпус был металлическим, аппарат бы был гораздо тяжелее, его на вытянутой руке было бы держать чуть сложнее. Справа или слева, смотря с какой стороны зайти, у нас находится лоток, стандартная история, либо две сим-карты, либо сим-карты и карта памяти. Слева или справа, соответственно, кнопка питания, качелька регулировки громкости, однозначно снизу, две зоны перфорации, за одной динамик, за второй микрофон и USB Type-C. В принципе, все по ребрам, по лицевой панели, как вы видите, блик, где ты. Немножко у нас она залапана, потому что я держал телефон экраном вниз. Вытираю об обычную рубашку, любимую рубашку моего айфона, потому что это единственная, наверное, из всех моих рубашек, на которую мой телефон при съемке не бесится. И она не мерцает, не переливается, не прыгает экспозиция на камере, именно поэтому я в ней так часто снимаюсь. То есть это не потому, что у меня она одна, и шутить про это, кстати, в комментариях не надо. Так вот, я протер телефон об рубашку, и в принципе он почти идеально вытерся. Айфобка здесь есть, быть может она не лучшего качества, потому что пальчик мог бы скользить по дисплею, по стеклу этому чуть легче, чуть свободнее, но тем не менее она есть, вытереть телефон от грязи будет достаточно просто. Над экраном живут разговорный динамик, вспышка для фронтальной камеры, светодиодный индикатор, вот синеньким он мигает в последнее время. Датчики, приближение освещения и сдвоенная фронтальная камера. В принципе, все. Как мы видим, некоторые отличия от того, что делают все, уже есть корпус пластиковый, сдвоенная фронталка, ну, как минимум, хоть что-то. Двигаемся дальше. Сканер отпечатков пальцев. Показываю, как работает. Вы видите, как я его касаюсь, видите, что смартфон не разблокировался, это потому что я по сканеру не попал на самом-то деле, так как должен был. Не быстро все происходит, да? Казалось бы. Если мы сейчас проведем любимый эксперимент Сергея Владимировича, подсветим экран и коснемся сканера, то телефон у нас разблокируется моментально. И на самом-то деле, когда вы этого сканера касаетесь, вы тут же почувствуете вибрацию, но задержка имеется. Это связано с тем, что софт здесь не идеален, немножко где-то там набыдло кодили, что-то где-то натупили, недооптимизировали, как и все китайские бибренды. И в итоге имеется эта задержка, но сканер на самом-то деле абсолютно рабочий, я им пользовался постоянно. И за те дни, что я провел с этим смартфоном, у меня никаких претензий к этому сканеру не возникало. Он абсолютно ровный, нормальный, юзать можно точно. По экрану, я не уверен, что я это говорил, но у нас здесь диагональ 5,7 дюймов, соотношение сторон 2 к 1, HD плюс разрешение, технологии исполнения, IPS. Смотрим на углы обзора. Ну, то есть, немножечко у нас чего-то искажается по цветопередаче, да, но криминала нема. То есть, у нас нету жуткого ухода в синее, в желто-зеленые какие-то. Давайте покажу, как вот черная картинка, пожалуйста, наклоняю телефон. Конечно же, падает яркость, но инверсия не наступает. И, как видите, читаемость, она, в принципе, под любым углом сохраняется. И на самом-то деле, я не помню, чтобы я на этом экране чего-то не мог разглядеть, потому что он как-то косо ко мне лежит. В этом плане к дисплею вообще у меня никаких претензий нет. По диапазону регулировки яркости. Вот вам максимум. Ну, без фантастики, но, тем не менее, на солнце, в принципе, этой яркости хватает для читаемости. Не могу к этому придраться. Так, тихо, назад. Ну, минимум, как всегда, дно. Но, на самом-то деле, на андроиде продвинутые пользователи давно знают, что есть специальные приложения, которые позволяют понизить минимальную яркость ниже системных настроек. И поэтому данный недостаток я тоже засчитывать как бы не буду. И, опять-таки, он касается очень многих китайских смартфонов подобного рода, подобного качества от подобных брендов. В принципе, по экрану остался единственный вопрос, который я хотел бы еще осветить. Хватает ли разрешения этого дисплея для того, чтобы не видеть пикселизацию и довольствоваться гладкой и приятной картинкой? Да, хватает. Конечно, можно было бы сюда поставить Full HD Plus матрицу. Но, на самом-то деле, при нынешнем, точнее, при текущем железе этого смартфона, во-первых, это ударило бы по производительности и наверняка автономности, а во-вторых, повысило бы его цену. А цена тут является очень важным моментом. Мы об этом поговорим чуть позже. Поэтому данный компромисс в виде HD Plus матрицы я считаю, в принципе, вполне оправданным и логичным решением со стороны производителя этого смартфона. Двигаемся дальше. Производительность и автономность. Пока я листаю скрины, оглашаю характеристики. Helio P23 в роли чипсета. Там у нас графика Mali-G71 MP2, если я ничего не путаю. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта хранилища и батарейка на 4000 махов. Что, в принципе, учитывая скриншоты автономности, достаточно актуальная в данный момент информация. Все, скрины закончились. Теперь говорю то, что я думаю о производительности и батарейке этого аппарата. По быстродействию. Единственное, чего не по зубам этому смартфону, это игры тяжелые на максимальной графике. Те же танки. PUBG я, конечно, потестил. Но, во-первых, меня надолго пока что не хватает. Это проблема номер раз. Во-вторых, не сильно плавно она пока работает. И, в-третьих, максимальная графика в этой игре еще недоступна. Поэтому, ну, не сильно адекватно ее тестировать. Даже на не самых производительных снэпах она работает очень хорошо. Поэтому, ну, чуть позже мы об этом как-нибудь в других обзорах поговорим. По танкам. Если мы ставим среднюю графику, там в замесах будет 30-28 фпс. Если вам этого мало, некоторые ползунки придется передвинуть на минимум. И тогда картинка будет оставаться плавной, я уверен, абсолютно. Всегда на максимуме даже не пробуйте. Какие-то асфальты и подобные игры сами понижают картинку, так скажем. Уменьшают разрешение текстур, количество полигонов и так далее. Для того, чтобы игра работала хорошо. И выдают не самую изящную картинку, которую они могут, в принципе, выдать на смартфоне. Но, если для вас графика и вот такие вот подобные тонкости не являются критичными, то поиграть на этом смартфоне во много чего можно. Те же танки на минимальных настройках будут работать просто песня. Абсолютно всегда. В любых ситуациях, без каких-либо но. Ну и простые игры, естественно, тоже к их производительности никаких вопросов нет и быть не может. Потому что они работают хорошо везде. Проширка у нас здесь не загажена практически. Это едва ли не чистый андроид. И поэтому она мало места занимает в оперативной памяти, мало процессорного времени занимает. Ну и благодаря этому софт работает очень хорошо. Маркет, как вы видите, загружается быстро. В принципе, никаких претензий к работе софта на этом смартфоне у меня тоже нет. По автономности я скажу так. Можно убить любой смартфон меньше, чем за день. Но этот аппарат при переменном использовании, когда основная нагрузка припадает на поездку на работу и с работы домой, живет 2 дня. Если его часто юзать на работе, у вас там много коммуникаций будет хватать на день. Но убить, повторяюсь, можно меньше, чем за день. Любой смартфон, ни одно устройство от этого не застрахован. В принципе, автономность нормальная. Хорошо, что на день хватает при средних нагрузках. Скажем так, большинству людей, я думаю, будет этой автономности достаточно. Разговор о камере начну с того, что режим размытия фона на портретах работает и с основной камерой, и с фронталкой. Но толку от этого нет, так как мылится не фон за объектом, а все, что выходит за пределы круга в зоне фокусировки. Сама фронталка снимает относительно неплохо. Пользоваться ей можно, и у нее адски широкий угол охвата. Вот вам для сравнения фотки, снятые на Pure 3 и на iPhone 8. По качеству яблока, конечно, повеселее, но в кадр на Amhorse влазит явно больше окружающего пространства. Основная камера иногда плужит с фокусом. Режим HDR почему-то работает мега криво и мылит все, что находится в верхней половине кадра. Без него у камеры не идеальный динамический диапазон, но снять что-то внятное против солнца на смартфон все равно можно. Резкость, адекватная цветопередача, более-менее правильная экспозамер, иногда приходится поправлять, но это мелочи. В целом камера вполне рабочая, если снимать не одну фотку, а хотя бы 3-4, одна из них точно получится нормальной. Видеокамера пишет, ну и хорошо, ролики не балуют ни резкостью, ни качеством, короче говоря, как всегда сделано для галочки. Двигаемся дальше. Звук для начала, звук динамика. Максимальная громкость. Ну и теперь в микрофон. Тихо, чтобы нас никто не забанил. Клип и хвиль, если кто не в курсе. Короче говоря, динамик здесь ни о чем, если у вас нету Mi Band на руке на улице, вы входящий вызов не услышите. Я не знаю, для каких целей его можно адекватно использовать. Там в палатке, в тихой, может кинище, какую-то комедию, без уймы звуковых эффектов можно будет посмотреть, но не более чем. Спикер, к сожалению, унылый. По звуку в наушниках здесь типичная ситуация для смартфона китайского от B-Brand, в котором нету миниджека и бюджетный переходник в комплекте. Звучит смартфон относительно неплохо. Музыку слушать можно, но по части детализации есть много претензий. Звучание какое-то немножко суховатое, я бы его так назвал. Но не очень интересен звук, как для меня, как для человека, который пользуется постоянно хай-фай-плеерами и на них слушает музыку. В принципе, при большом желании музыку с этого смартфона слушать можно. Но опять-таки, из-за отсутствия миниджека это прослушивание не будет суперкомфортным. И поэтому я бы на вашем месте к такому аппарату купил бы хотя бы какие-то Bluetooth наушники долларов до 40, там, например, Meizu EP5152. Вот, что-то в таком репертуаре и не морочился бы вообще с этими переходниками, потому что это зло, это ересь, я это не поддерживаю и не на выезжу. Быстро по софту, как я уже и говорил, ничего хитромудрого у нас здесь нет. Добавили жестов, есть у нас быстрый доступ к камере, который зачем-то продублировали. Есть у нас жесты вот такие вот, есть жесты вот такие вот. Но из того, что действительно важно, есть режим управления одной рукой. Идете вы с тяжелым пакетом в одной руке и смартфоном в другой руке с магазина домой. И что-то вам зачесалось в панели уведомлений натворить. Вы, опа, и залезли себе, натворили чего хотите и вернулись в стандартное отображение интерфейса. Круто! Я поддерживаю то, что китайцы не начудили здесь ничего с софтом, потому что когда они пытаются придумать что-то полезное, по их мнению, умное, у них получается почти всегда хреново. И в итоге это бьет под откос абсолютно, пускает под откос всю производительность и стабильность работы системы. Здесь этого всего нет. Классно, так надо, так делайте. И дальше я это люблю, и я за это двумя руками. Давайте подводить итог. Почему я считаю Horse Pure 3 шагом в сторону? Потому что в последнее время китайцы, которые делают, точнее продают под своими именами смартфоны среднего класса, условно, за 150-170 баксов, считают так, что людям нужна монобровь или 18 на 9 экран, сдвоенная камера, металлический корпус. И они все это встраивают, а бы оно было, и при этом не думают обо всем остальном. Да, здесь тоже сдвоенная камера, тоже 2 к 1 экран, но реализация многих вещей здесь гораздо более грамотная. Как по мне, качественный дисплей, нормальная платформа, которая позволяет хорошо работать в системе, плавно ей работать, при этом она не жрет очень сильно батареи. Батарея здесь нормальная и запускает хоть с каким-то переменным успехом игры. Они решили не тратиться на корпус, на динамик, вот это кстати зря, на миниджек, вот это очень зря. Но во всем остальном экономия сделана правильно. Если вы не болеете всякими премиальными корпусами, металлическими корпусами и так далее, и вам нужен просто смартфон, в котором основная его часть, основной функционал будет реализован на хорошем уровне, за небольшие деньги. Вы не хотите Xiaomi Meizu по каким-то там религиозным причинам, вот, то в принципе Pure 3 это очень хороший вариант. Качественный дисплей, нормальная аппаратная платформа, много памяти, какие оперативные такие, в общем-то, встроенного хранилища. Нормальный сканер отпечатков пальцев, широкоугольная, кстати, фронталка, что в некоторых ситуациях очень даже полезно, я вам чисто по опыту могу сказать, даже в ущерб качеству. Вот, более-менее неплохая основная камера там с поправками и так далее, но тем не менее, этот смартфон я считаю гораздо более достойным решением по сравнению там, например, с какими-то металлическими аппаратами, в которых установлен отстойный экран и голимое древнее железо. Вот. На этом у меня, в принципе, все. Напоминаю, что ссылки на этот смартфон, как и линки на кэшбэк, которые поможут вам экономить деньги на покупках в интернете, как всегда, ждут вас в описании. С вами был Дима, Firm.com. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся этим видео с друзьями, если оно вам, конечно же, понравилось. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Пока.